Это лето должно запомниться. В центре внешкольной работы стартовала вторая заключительная смена лагеря. Для мальчишек и девчонок педагоги и вожатые подготовили образовательно-развлекательную программу «Полезные каникулы». Тихон Толкушкин в летнем лагере центра внешкольной работы уже второй раз. Он рассказал, лето надо проводить на все сто, поэтому в августе решил сюда вернуться. Этот лагерь очень веселый и очень забавный. Здесь мы найдем очень много друзей. И вожатые здесь очень-очень веселые и крутые. Они придумывают столько всего, что мы не унываем даже и нам весело всегда. Полина Борзунова здесь впервые. Юная Серпуховичка перед началом смены сразу построила себе планы, которые она обязательно должна реализовать. Я ожидаю найти много друзей хороших. С самого лучшего в лагере добиться. И в учебе только отличного. А тут у тебя будет куча друзей, будет знакомых. Чтобы в следующем году ты пришел и снова в этот лагерь пришел, с новыми друзьями познакомился. Полина рада, что в первый же день встретила своих знакомых. Вместе они будут играть и принимать участие в увлекательных мастер-классах. Вожатые вместе с педагогами подготовили для ребят образовательно-развлекательную программу «Полезные каникулы». В нее входят занятия по различным направлениям. Музыкальные встречи, творческие мастерские, мир перевоплощений, игры на свежем воздухе. Сегодня у нас открытие второй смены. Первая смена у нас была в июне. Наша площадка рассчитана на развитие творческих способностей, сплочение ребяток, потому что дети приходят разного возраста, как вы видите сегодня. Поэтому основная цель – это все-таки коммуникация. Сдружить тех детей, найти новых друзей. Лагерь будет работать пять дней в неделю по четыре часа в день. Для мальчишек и девчонок уже запланированы походы в парки и на спортивные площадки. Ребята посетят приют для животных, где узнают о настоящей доброте и верности. Запись во вторую смену лагеря продолжается. С подробностями можно ознакомиться на сайте «Навигатор дополнительного образования» и на сайте Центра внешкольной работы.